Вам предъявлено обвинение в организации убийства ОШИНО и руководительному слову по найму, а также по прикательствам праздник общества ОШИНО. Вы себя виновны в организации убийства ОШИНО виноваты? Мы виноваты. Полностью не признаете его? Частично. Я его не признаю. Что? Частично признаю его. Вообще не согласны? Не согласны с убийством, что мы будем поменять заказ. Убить ОШИНО в этого не будет. То есть вы утверждаете, что не являетесь заказчиком-организатором убийства ОШИНО? Да, я не являюсь организатором убийства ОШИНО. Ягупова являлась директором ресторана СССР, то есть осуществляла свою предпринимательскую деятельность совместно с потерпевшим ОШИНО. В ходе деятельности у них возникли противоречия по поводу финансово-хозяйственной деятельности ресторана и в связи с тем неприязненные отношения. В связи с чем Ягупова решила нанять для совершения убийства ОШИНО своего знакомого Гафарова. Они рядом проживали, являлись соседями. За денежное вознаграждение также пообещала, что будет возможность у Гафарова похитить имеющиеся личные вещи ОШИНО на большую стоимость. То есть денежные средства, ювелирные украшения. Соответственно, Гафаров согласился, потребовал вознаграждения в размере 72 тысяч рублей. Для совершения убийства ОШИНОва Гафаров, в свою очередь, привлек для совершения указанного преступления своих знакомых Галамолзина и несовершеннолетнего Денисова. Им, в свою очередь, пообещал вознаграждение в размере 5 тысяч рублей каждому. Ну и также после похищения личных вещей и ювелирных украшений потерпевшего, затем реализовать данное имущество и также разделить между собой вырученные денежные средства. Первоначально за потерпевшим осуществлялось наблюдение, то есть выяснилось, где он бывает, в каких местах, в какое время. И изначально для совершения преступления была выбрана спортивная база «Динамо», где потерпевший занимался спортом. Было совершено нападение на потерпевшего. Однако, поскольку ОШИНОв оказал активное сопротивление, он сумел убежать от нападавших и довести до своего конечного результата. И это преступление не представилось возможным. После этого снова соучастники теперь уже определили место совершения преступления, рабочее место ОШИНОва, его кабинет в ресторане СССР. Кроме того, Егупова передала ключ от данного кабинета. В связи с тем, когда ОШИНОв вернулся с ужина в свой кабинет, его уже там поджидали соучастники Галамолдинга, Фаров, Денисов. Они нанесли ему множественные ножевые ранения, от которых на месте преступления наступила смерть ОШИНОва. После чего похитили, как и было договорено, его личные вещи, денежные средства, которые находились при нем. С места преступления скрылись на автомобиле его ПФ, которая за ними приехала и увезла их с места преступления. Подсудимые были зафиксированы камерами наблюдения, в частности и автомобиль, как он передвигался по городу, и непосредственно возле ресторана. Также камеры наблюдения зафиксировали прибытие и убытие подсудимых с места преступления.